всем привет ребята настало время показать где и как я мониторю свои данные ну это как бы два моих рабочих стола здесь в основном литература то чем я занимаюсь занимаюсь я наладкой обслуживанием чп у станков литературы можно сказать очень много давайте посмотрим вот стопарик лежит вот стопарик внизу стопарик по фануку здесь целый стопарик так что я тут не скучаю ну да ладно идем ко второму рабочему столу смотрим так вот висит датчик ds18 b20 за окном коробочка вот и в ней стоит стм 32 нрф к связка и передаются данные вот сюда вот на эту связку стм 8 и bluetooth с нрф кай ну можно использовать и 32 но неважно это я так использовал то что было у меня из подручных как бы из подручных инструментов как это все работает все эти данные по bluetooth отправляются вот сюда на этот планшет я использовал планшет использовал также получается можно использовать такие телефоны как бы припаям проводочки делаем получается dc-dc преобразователь ставим так не знаю вот то есть это у меня сейчас работ планшет ставим и все работа это если какие то вопросы возникают можно как бы задать не я вам подскажу то есть либо на телефон если у вас есть телефон управляем по bluetooth данные либо отправляем на планшет либо изначально я делал на orange пай к чему мы придем там бум разбирать весь код потому что все писал именно там на планшете как бы удобнее на телефоне вообще неудобно писать ну и вот смотрите я открыл здесь одну из ошибочек влоги не знаю будет видно или нет то есть очень серьезная ошибка но программа не упала она очень работает уже буквально две недели и вопросов никаких из не возникает данные отправляются данные можно отправлять любые можете зайти на народный мониторинг и посмотреть ну и что касается народного мониторинга вот так видно не видно так я использую с левой рукой не очень удобно видим данные были одну минуту назад вот сами показания можно построить график посмотреть вот он такой красивый да ну что все в ваших руках по поводу порядка на моем рабочем столе поверьте это сейчас порядок не верите ну давайте посмотрим вот моего напарника как бы рабочее место тут конечно все печально ну видеть нас в этом нельзя потому что рабочей до работы как бы было действительно очень много и не успеваешь как бы прибираться так же самое возможно у меня завалено и здесь но я вам показывать не буду ну что я как бы сейчас окажусь в другом месте подключим оранж пай и будем разбираться в самом коде всем пока так продолжаем ребята вот мой как выглядит мой оранж пи пк на данный момент я сделал самодельный корпус корпус сделан из старого пенала для ручек но получилось довольно симпатично как ну с моей стороны вот слор для сиди все выпилено кнопочка доступна все доступно кроме как gpu я не делал пока они мне пока не нужны все доступно аккуратно вентилятор но пока здесь как видим торчит проводок потому что установлен на 12 вольт но на 5 вольт я думаю скоро у меня появится такой же ну что что могу сказать про оранж пи пк народный мониторинг сначала писался и отлаживался на нем как я говорил также к нему я уже подключал вот такую самодельную камеру откуда я достал собственно говоря из ноутбука выковырял интерфейс там usb получается подсоединил соответствующий и все работает я вам покажу так же получается что работает все нормально определяется клавиатура определяется нормально определяется нормально мышка вот она то есть мы покажу все работает замечательно так же вот у меня переходник с вга на hdma получается так как здесь вга разъема нету приходится использовать такой же переходник и все работает но я вам не говорил что есть вот такая вот штука это разъем три рца вот он так подключается в соответствующее гнездо здесь вот оно получается и мы можем наблюдать все на телевизоре в котором есть такой же разъем сегодня тоже покажу а потом приступим к вызову кода я думаю все это вам будет интересно то есть за как бы малые деньги я думаю 25 долларов это не такая большая цена для этого малыша мы имеем как бы очень много ну что я сделал другой ракурс камеры и продолжим я все подключил то что хотел это у нас подключен тревциальный разъем потом подключена вебка сюда вот она кстати идет и идет вот туда на телевизор видим что на телевизоре сейчас отображается какая-то менюшка и то же самое менюшка она отображается вот здесь на мониторе ну что пробуем сейчас открывать камеру опачки опачки как видим вот этот вот вид смотрим как видим все работает то есть с этим уже что-то можно делать и то же самое смотрим на телевизор все видно да ну что хватит баловаться в принципе можно сейчас еще подключить и показать что работает клавиатура сейчас я отключаю как бы видеокамеру нужно сначала выйти иначе будут проблемы ставим клаву и продолжаем разбираться переходим потихоньку к народному мониторингу сейчас отфокусируем камеру вот хорошо и так чтобы все это работало необходимо скачать следующую программу вот q python либо q python 3 это все можно найти в интернете либо можно найти в плей маркете отсюда вы с плей маркета особо скачать не можете но можно как бы скачивать из интернета просто обходя как бы ихнюю регистрацию далее что из себя представляет программа как я говорил данные отправляются по блютуз блютуз коннектор у меня установлен также в orange pie к нам приходят данные и написано следующая программа открываем вот что она из себя представляет и давайте пройдемся здесь мы все написано на языке python либо кому нравится питон мы импортируем необходимые нам модули здесь все вот это вот две строчки относятся к bluetooth вам необходимо установить соответствующее приложение которое может работать с bluetooth адаптерами и узнать эти данные для вашего модуля обычно они пишутся либо это можно найти по моему настройках посмотреть я это нашел забил сюда для своего hc05 или 06 далее здесь я сейчас на данный момент устанавливаю подключение вручную и оно у меня постоянно работает но если это не устанавливает можно как бы здесь раскомментировать можно отсюда подключаться перед тем как подключаться желательно согласовать оба устройства но я думаю с этим проблем не возникнет далее здесь у нас mac адрес устройства здесь необходимо вам ввести свои цифры далее сенсор id тоже как бы могут быть цифры либо буквы вот я последнее время пишу t ну или темп можно сделать ну здесь у меня как бы начальное значение температуры просто сделано здесь знак температуры положительный либо отрицательный ну и вот здесь вот сделан цикл здесь мы берем время здесь некоторые срочки сейчас закомментированы потому что они на данный момент не нужны потому что раз в 6 минут данные приходят из датчика также можно отправлять здесь сделать какую-то задержку временную брать время все это как бы на питоне делается довольно я бы сказал просто и обрабатывать здесь и отправлять данные то есть данные мы можем отправлять реже сюда на сам как бы на сам компьютер реже а как бы высылать уже раз в 6 минут раз в 5 минут ну и здесь если у нас данные то есть необходимо обрабатывать какие-то ошибки соответственно здесь как бы мелочи сделаны если у нас будет ошибка по bluetooth у нас программа рухнет либо по Wi-Fi расконнектится здесь это я не обрабатываю в основном ошибки идут самого сервера если мы подключаемся получается могут быть и нас могут сбросить либо нам могут ответить что как бы какая-то ошибка и вот они вот здесь вот обрабатываются возможно я уже внес какие-то изменения здесь но по-моему потому что эта программа именно с Orange и ПК которая на нем осталась возможно у себя на планшете немножко подправил но думаю здесь все должно работать во всяком случае верхняя часть отправки сайта все работало ну и назад вернемся так здесь у нас когда приходит вот мы ждем ждем пока придут данные с bluetooth если у нас bluetooth рухнул соответственно все программа выходит если у нас пришли какие-то данные то мы проверяем какой знак если он есть соответственно температура будет либо положительная либо отрицательная если знак такой-то то делаем соответствующий если знак такой-то то делаем соответствующим потом просто выводим в консоль также можно кто знает андроид это make tos это такие всплывающие сообщения само собой выходит и вот пытаемся подключиться к сокету вот адрес и как бы порт и отправляем данные вот это у нас такая строчка получается где мы отправляем MAC адрес ID и значение можно как бы отправлять несколько значений одновременно ну здесь как бы мне не надо это соответственно сервер если все нормально он ответит вам окей и если не окей тоже здесь как бы получается мы получим и это все мы выводим в консоль ну вот и ошибка если у нас ошибка то мы просто ее игнорируем и заново так просто проходим ее и пытаемся ждем следующего следующих данных когда которые придут в bluetooth ну что ребята как видим Orange PI пока не так уже бесполезен то есть я можно разговаривать ну не будем сейчас это потому что как бы тема не об этом сегодня мы хотел и хотел поговорить о народном мониторинге и все работает прекрасно можно сделать какой-то сервер на нем здесь стоит android не рутированный если поставить рутированный android то через эту программу можно спокойно управлять gpu ножками ну что еще сказать так у меня выводила здесь температура сейчас она не показывает ну по-моему эта программа сейчас посмотрим нет не это вот это вот как видим появилась 41 градус температура вот там настройках стоит чтобы она отображалась и вот по-моему в этой программе можно посмотреть bluetooth SPP можно посмотреть UIT и данные вашего как бы устройства которое подключается к Orange PI и ПК ну что всем пока и спасибо за просмотр до новых встреч до новых встреч до новых встреч субтитров субтитров